Вот смотрите, вот вы снимите, да? А вот карантин же идет, да? А если вот, ну, парица увидит и все, нам же хана будет. Вы официально не работаете? Вы готовите играть сам, правильно? Ну, а вот смотрите, видите табличку, да? Ну да, да. Я не вижу, что люди купаются. А там купаются, не поверьте. В итоге поверили, потому что увидели купающихся своими глазами и сами прошли на пляж. Хоть местности не огорожено, купальный сезон по факту в самом разгаре. Купаетесь? Ну, мы сидим, у нас ножки загорают, мы отдыхаем тут. А я, знаете, иду отсюда, вот так вот. У меня такое непрофессиональное плавание. Люди истосковались по пляжному отдыху, теплой погоде и яркому солнцу. А вода, кстати сказать и правда, очень теплая даже для такого мерзлячего корреспондента, как я. Но пока купальный сезон официально под запретом, хотя к открытию готовят 60 пляжей в регионе. Территория одного из частных барнаульских закрыта, отдыхающих нет. Непривычно пустой пляж. В воде никто не купается, на лежаках не загорают. Практически после месячного простоя здесь уже давно все готово к приему первых посетителей. Каждый день сюда пытаются прорваться сотни людей. Их просто разворачивают. При этом надеются, что скоро будут всех желающих принимать. Ждут разрешения губернатора. Вот даже на доске для объявлений призывают Виктора Петровича дать старт долгожданному купальному сезону. Обработку территории от насекомых, пробы воды и песка, проверку питьевых фонтанчиков провели. Спасатели тоже на готове. Инструктаж ему уже дан. Собрание было у нас спасателей. Только ждем. Только ждем открытия. А сколько спасателей предполагается на такую большую территорию? Три спасателя, один старший спасатель. Этот берег пляжем не назовешь. Несмотря на отсутствие инфраструктуры, барнаульцы облюбовали это место уже давно. Ежегодно на этом диком пляже нежатся под солнцем целыми семьями. Не боитесь тут ни спасателей, ничего нет, ни оборудовано? Ну, как бы я, я вот лично не боюсь, потому что я очень хорошо плаваю. Я все детство провел на речках. Вот у бережка, ну глубоко она не ходит. Но есть и те, кто ходит. Точнее заплывает. Пока пляжи не открылись, опознавательных буйков нет. Катера или моторные лодки могут не заметить человека. В данном случае народ идет купаться все равно, потому что это общественное место. Запретить сюда никто не может им пойти. Они и будут ходить. Купание происходит абсолютно бесконтрольно. Родители зачастую употребляют алкоголь, оставляют детей, то есть безнадзорно. В МЧС поясняют, спасательные патрулирующие рейды организуют ежедневно. С отдыхающими проводят разъяснительные работы. Ведь уже с начала июня в регионе на водоемах утонули 10 человек. Есть риск и новых жертв, ведь жара гонит людей в воду. А между тем официальный купальный сезон стартует только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Пока регион на первом. Поэтому спасатели советуют всем отдыхающим быть предельно бдительными. На реках и озерах. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком.